МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День на реальной кухне начался с невероятного скандала. Управляющий Александр решил сменить обстановку и провести мастер-класс на свежем воздухе. Предполагалось, что Сандра и Олеся сойдутся в дуэли по приготовлению шашлыка. Однако в дело вмешался случай. Неизвестный недоброжелатель съел уникальный соус Олеси и та, обвинив диверсии соперника, пошла в рукопашную. Если бы не вмешательство Арама, дело могло закончиться настоящей дракой. В итоге Олесю удалили от мангала и едва не попросили с проекта. Лишь благодаря заступничеству других участников Дебоширка была помилована, но в наказание отправлена на мойку. Остальным удалось взять себя в руки и неплохо отработать еще один день в ресторане. По итогам дня лучшим работником была признана Анна, а худшим стал Сандро. Как будут развиваться события на реальной кухне, смотрите прямо сейчас. Доброе утро! Ребята, итак, у нас сегодня новый день, соответственно, впереди у нас новая работа и новые соревнования. Сегодня у нас состоится поединок по супам. Кто хочет вызваться, посостязаться? Женя и Саша. Очень здорово. Как раз решали, у кого будет поединок, я вызвалась, потому что понимала, что сегодня голосование. Первая начинает Женя. Женя, у тебя есть пара минут, чтобы подготовить свое рабочее место. Я желаю вам удачи. Я поехал за посудой. В общем, друзья, сегодня я буду готовить норвежский суп. Это такая уха со сливками. Северный суп? Норвежский, норвежский. Да, норвежский. Уха со сливками. Это такой суп северных народов. Норвегия, Финляндия, Карелия. Нарезаю кубиком лучок. Нарежу сейчас морковочку кубиком тоже. Все это дело обжарю. Какая рыба у нас идет? Рыбу возьму форель, большую, крупную, и судак. У меня уже есть подготовленный бульон рыбный. Суп из тенге и судака даже сложно испортить. Да вообще сложно. Любой суп можно испортить, на самом деле. Рыбу вообще тяжело хорошую испортить. Тем более, когда в конце добавляется. Сливки? Да. Укропчик? Ну, пока, да. Давайте, да, тарелочки. Я сейчас еще немножко этого подрежу. Сверху украсть? Да, да, сверху, да. Потому что зелень сейчас разойдется и даст вкус укроп. А сверху еще на украшение. А это что? Ну, такой хороший диетический супчик. Александр, Ерин и Олеся тем временем отправились в магазин за кухонным инвентарем. Шоппинг еще раз показал, что отношения у ребят очень дружеские. Впрочем, основную задачу ребята выполнили. Большая часть принадлежностей из списка была закуплена. Сковородки в окна нам не надо. Доски сейчас посмотрим, приборы посмотрим. Супница, закусочная салатница. Это все закажем, да? Да. Мы ездили с Сашей в магазин за инвентарем на кухню. Съездили хорошо, позитивно. Отвидел нашего Валерки? Мизинчика нету одного. Он уже провинился раз-два. Куда ты пошел? Куда ты пошел, я тебя спрашиваю. Алло. Съездили мы с Олесей сегодня в магазин. Нормально. Удовольствия я особо не получил. Конь мой вороной. Саша, ну а что ты меня скидываешь? Так резко. Слушайте, ну сегодня у меня будет суп, наверное, в Миннестроне. Я просто предварительного заказа не была, я не знала, что я стану на батл. Чем уникален Миннестроне? Тем, что можно использовать все овощи, любые, сезонные, все, что есть. Вообще я предпочитаю готовить на либо мясном лёгком бульоне, либо на овощном. Покидала я овощей разных для своего овощного бульона. Это морковь, порей, порей чуть-чуть, а потом сразу вынула, потому что порей долго говорит, что он горечь дает сильную. Тимьян, лавровый лист, перец горошком придаст аромат. Все овощи должны готовиться на медленном огне. Еда доставляет больше наслаждения, нежели даже секс. Ну, в принципе, мой песто готов. Так, Саша, всё. Я всё. Баттл окончен, и все ждут появления Арама, к которому присоединился и Александр Ерин, вернувшийся с Олесей из магазина. Здрасте. Добрый день. Ура. Я вижу два супа, и так понимаю, что поединок вы назначили по супам. Да. Совершенно верно. Норвежский рыбный сливочный суп, в котором всего один вид рыбы, да? Два рыба вида, судак и форель. Судак и форель? Да. Это мое прочтение классического супа министрона. Твоё прочтение классического супа министрона – это овощной суп? Да, овощной суп из сезонных овощей. Я его сделала совершенно легким, нейтральным. Ну, вот плюс брускетта. А, и плюс соусом песто. Попробую я сегодня оба супа, я бы оба довел до вкуса. Чуть более насыщенными бы сделал уха по-фински, норвежский, сливочный. Ну и что, обсуждение было уже? Нет, нет, обсуждение не было. Ну, а по крайней мере, по крайней мере. Андро, сейчас с кем разговаривал? Когда? Я вам отвечаю, с ребятами разговариваю. А, а ты с нами? Традиционный вопрос. Всегда. С нами. И что, какой суп тебе понравился? От тебя спросим. Я заметить хочу, что если вот не вот это потемнение овощей, потому что я видел, он был шикарный и цветовой гаммы вот этот суп. А вкусовые качества, и тот, и тот суп, и плюс брускетты, и соус песто шикарно. Мне понравились оба блюда, я бы их ввел бы в меню, просто единственное, успеют ли наши повара это все приготовить. Я, честно говоря, тоже согласен с Андро, потому что оба супа вкусные. Ну, я склоняюсь больше к супу Саши, потому что мне нравятся овощные супы Министрони, тем более соусом песто. Саша проблема была в том, что она не использовала никакой бульон, и поэтому суп был пустоватый и водянистый. Что вы думаете, какой суп сегодня проще нам включить в меню? Я не видела, как готовится Женин суп, поспрашивала, что, в принципе, он проще в приготовлении. Жень, может, на сегодня ты сделаешь суп нам, и будет у нас первый раз рыбный супчик. И да, и рыбных супов у нас не было. Да, рыбных супов у нас не было. Значит, людям понравился Женин больше суп, и Женя им нужна здесь больше, потому что, ну, это же все игра. Мы сейчас пойдем с Сашей переговорим о том, каким мы видим сегодняшний день в ресторане, и буквально через пять минут встречаемся с вами в зале. Несмотря на то, что Арам собирался поговорить с Сашей о дне сегодняшнем, все началось с разговора о дне минувшем. Рассказывай. Вчера заработали бы делать не очень много. Гости у нас были чересчур скупы. Приходили люди с такими удивленными глазами, что мы бы хотели... Просто вообще надо платить за что-то. Да, 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 да. Просто у нас бюджет небольшой, и я так смотрю, что мы даже в одно блюдо не уложим. В итоге вы заработали меньше, чем обычно. Ну, это не так страшно. Самое страшное, когда наступает иномия и усталость. За последние вот четыре дня, ну, не считая сегодняшний ужин, я расставлял персонал настолько, насколько у меня приходила вообще фантазия. Насколько мне позволяла, в принципе, моя фантазия. Сегодня я сделаю небольшую перестановку, совсем маленькую, из трех человек. И все, и сегодня будет все так, как я хочу. Ну, последний раз все-таки могу и шикарбить. Можешь. Слушаем распределение... В общем, расстановка зала... ...фантастических должностей. ...на сегодня такая. Особых изменений не предвидится, но некоторых людей я все-таки поменяю. Артем и Олеся, вы сегодня у меня в баре, должны показать мастер-класс. Меня поставили сегодня на бар вместе с Олесей. Мы сработались довольно-таки хорошо. Делай все на уровне. Что там, все равно вдаляло, состав-то один просто... Да, 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 да. В зале я хочу сегодня увидеть Сандро в качестве метро до тела. А я хочу уже до управляющего дойти. Ну, ладно, мой путь тернист, но я считаю, что все равно я дойду до этого. На кухне у нас, значит, будут... Максим, закрепишь свой пятидневный успех. Опять шеф-поваром. Ну, я на своем месте, меня это не напрягает. А Кирилл сегодня у нас будет на кухне, ты нужен мне в горячем. Официанты у нас сегодня это Женя и Валера. На мойке, Саша, мне нужна сегодня ты, потому что пару дней назад ты показала там мастер-класс. Да, Лена, это будет забиваться, пусть у тебя все время стоит, у тебя ничего не будет забиваться. А у меня можно вопрос? Можно. Может быть, кому-то дать еще шанс на мойке проявиться? Ну, потому что три дня подряд... Ну, ты же не три дня подряд, ты вчера же... Ну, не подряд, ну да, но все равно... Ну, сегодня, Саша, так как у меня все-таки последний день, и мне не... Ребята, давайте так мы сейчас вот поступим, я тоже выражался сомнением. Я не понимаю, я лучше всех мою поступить. Скажите, пожалуйста, кто-то, кто не был на мойке, хочет вообще... Хорошо, кто не был на мойке, давайте. Женя, ты была на мойке? Нет. Ну, вот Женя была на мойке. Много кто не был на мойке. Да, зачем? Это неправильно. Давайте поставим Женю на мойку, а Саша поставим в зал, пусть он тренируется официантом. Ну, в принципе, это правильно, она была на этой неделе, я на этой позиции не была ни разу. И, значит, Аня и Таня еще у нас будут сегодня на кухне. Значит, на кухне Аня, Таня, Кирилл и шеф, ты помогаешь, на мойке Женя, все остальные в зале, два человека в баре, это Артем и Олеся, все. Подготовка к открытию ресторана идет полным ходом. На кухне суетятся Максим и компания. У них сегодня не только новое блюдо в меню, но и новый инвентарь, привезенный из магазина. А мы будем с норвежским? Ну, я не знаю, шефов, шеф, писать норвежский именно, или сливочно-рыбный, или рыбно-сливочный суп? Нет, нет, ну как шеф сказал? Норвежский рыбно-сливочный суп. Ну, вот уже в печать понесли. Нет, так? Как-то сказал, что написано, у вас есть управляющий, который норвежский рыбно-сливочный суп. Норвежский сливочный суп, по-моему, так. Ну, ладно. Три-пять минут. Если необходимо, досолить по вкусу. Готовый суп посыпать зеленью. Приятного аппетита. Тем временем в зале также идут последние приготовления. Впрочем, всегда есть возможность полистать любимый журнал. Слушай, как считаешь, нас пригласят на обложку телепрограммы? Возможно. Ты же модель? Да. Ну, знаешь, не всех моделей. Давай. Сейчас попробуем мой блинчик. Сахара меньше. Я сегодня сушев. Станя сделает. Сначала кондитерку подготовил. Потом подготовились в нехолодный цех. Все, я ушла на горячую. Ребята, а вы в курсе, что Архыс добывается высоко в горах, в заповедной зоне? Мы слышали, да. Чин-чин. Давай, как раз, чтобы на пучку. Шикарная рота. А брускет, вы что, обжаривали на гриле? Нет. А хотя, да. Давай на гриле. Давай на гриле. Я так думаю, что Кирилл хочет быть не шеф-поваром, а Кирилл хочет быть управляющим. Ребята, внимание. У нас сегодня будут специальные гости, которых мы так давно ждали. Ведущие радио-шоу «Блэк ту вайт» на Радио Энерджи. Да. Ура! Ресторан открыт. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, проходите у вас на оказыванном столе. Пойдемте? Вот так, да? Да. Пугубку держать застегнутом состоянии. Хорошо, шеф. Двольчик. Здесь один земли пока. Две. Кухня, пожалуйста, минуточку внимания. Да. Нет, вы просто прервитесь, посмотрите все на меня. Кирилл. Еще брын за дна. Ребят, пожалуйста, во-первых, потише. И во-вторых, постарайтесь не шуметь. Все-таки у нас сидят достаточно известные люди, поэтому давайте будем сегодня поспокойнее, пожалуйста. Меня зовут Сандро. Я буду сегодня ваш вообще администратор, но буду сегодня вас. Спасибо, нам очень приятно. И хотел бы с вами познакомиться. Да. Я Кузьмич. Очень приятно. Юля Морозова. Очень приятно. И Лена Горностаева. Спасибо. Это Саймон. Я еще раз. Я Саймон. Чертый человек. Да. Кто-то, что был Кузьмичом, сейчас Саймон. Ну, Сандро сегодня. С одной стороны, сыграл хорошую роль, да, так как он обкатал все-таки этот столик с радиоэнергетом. Не надо было стоять, допустим, да, в постоянном столик с радиоэнергетом. Они обычные клиенты, какие бы они там гости или звезды не были. Ты пил когда-нибудь в кисель? Кисель очень круто. Это что такое? Он у нас такой темный, насыщенный. Ну, попробуй. Это правда. Это пускай пил. Это холодец изъявит. Это такой, как жидкий холодец между... Ну, как... Он очень густой консистенцией. Густой компот. Это надо есть, ложечка, ложечка. Нет, пить, пить. Пить, наверное. Да. Но он густой, как кефир, как йогурт такой плотный. Но это ягода. Это долго делается? Нет, нет, нет. У нас все будет быстро. Быстро, да? Да. Не совсем такое. Ну, да, у нас такое пиле. Да. Ну, чтобы когда ты накладывал, да, когда не ровняешь просто. Да, а было. А, да. Да, здравствуйте, как надо вас видеть. Я тоже рад вас видеть. Вы заказали уже? Да. Почти, да. Что вы выбрали? Зуб по типу медора. Сенга с рисом. А заказ? Давайте одесский брынзо. И яблочек тарта. Хорошо. Это сколько блюд вы будете? Да. Ну, это же не поправлю. Нравитесь? Ну, я почти все попробую. Подготовить две курицы, потом будет тарт и блины со сгущенкой. Добрый день. Добрый день. Желаете столик на двоих? Да, мы вот вдвоем с моей гостью, мы бы хотели. Вы знаете, вся рублевка увешанная. Реклама, что у вас лучший ресторан России. Это так? Слухи не врут. Слухи не врут. Начал нести какой-то, конечно, чепуху, потому что очень странно слушать на рублевку, у вас лучший ресторан. Ну, я очень вообще поулыбался. Позвольте я провожу. Да, пожалуйста, конечно. Раз, два, три. А вы боитесь, что у вас зубов остатки еды? Александр, видите ли, в чем дело? Конечно, все очень славно, но гостья, вот моя спутница, она, конечно, поместится, а я, я, наверное, не помещусь на этом. Может быть, у вас есть какие-нибудь, ну, типа мягкие такие пуфы или мягкие лавочки? Ну, что это такое? К сожалению, нету. Чего нету? Мягких пуфов. Ну, хорошо, а может быть, у вас есть какие-то мягкие стулья? Мы можем предложить вам подушку. Подушку? Я большой крупный мужчина. Как говорится, крупная мужская особь. Я не могу, у меня комплекция другая, я не могу сидеть на этом. Что это такое вообще? К сожалению, у нас в ресторане есть только такая мебель. Своё кресло директорское. Ну, я мог с ним поделиться, да, но человек повысил голос. Нет, вы понимаете, у вас какое-то странное отношение к людям, у вас какая-то форма дискриминации. Грамотный бы управляющий, так бы себя не вел, это сто процентов. Если ты что-то говоришь, ты должен говорить это с такой уверенностью и с таким напором. Тебя должны бояться. А что это такое, ты стоишь, опустил голову, как будто тебя отчитывают. Вот бы у меня такой ситуации. Я бы показал, кто кого бы отчитал. Я вот большой, крупный, толстый. Минуточку, я не закончил, я вас не приглашал. Я большой, крупный, толстый. Да, я толстый. Но мне это неудобно. Я имею право сидеть на том, на чём мне удобно. Я гость, я деньги вам плачу. Ну, как будем решать этот вопрос? Пожалуйста, покиньте наш ресторан. Пожалуйста, покиньте наш ресторан. Как покиньте ресторан? Ну, я сказал вам, у нас нет другой мебели. Там цирк он там устроил. Ему не подходит этот стул. Он говорит, принесите мне другой стул. Мы как все увидели, что Александр не может быть управляющим. Потому что эту ситуацию сгладить. Масса была возможностей его погладить, сказать, какой он хороший, пупсик. И всё было бы прекрасно. Прекрасная кухня, лучшее обслуживание. Это лучшее обслуживание? Вы гоните гостя, который деньги принёс? Я деньги вам принёс, юноша, вы что говорите? Некоторые гости действительно не понимают, что они приходят в ресторан как в гости. Мы стараемся для них сделать всё возможное, чтобы им у нас понравилось. Но нельзя прийти в гости и начать тремлю. Дайте мне новый стул какой-то мягкий, комфортный, удобный. Я не могу на этом сидеть. У нас нет других студентов. Как это нету? Так это нет. Ну как это нету? Пожалуйста. Что пожалуйста? Покиньте наше заведение. Покиньте ваш ресторан мне? Это вы мне говорите? Вы вообще отдаёте себе отчёт, с кем вы разговариваете? Вы кто? Управляющий. Управляющий. У вас есть какое-то начальство над вами? Нет. Нет, я не верю, кто-то должен быть. Это мой ресторан. Что значит это ваш ресторан? Это рубашка ваша? Это ресторан мой. А ресторан не ваш. Здравствуйте. 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 Извините, вы кто? Вот это официант, который стал управляющим? Если можно, мне хотелось бы, чтобы вы присели и немножко понизли голос, потому что гостям неинтересно то, что вы говорите. Хорошо. Я, конечно, готов присесть. Да. Но я хочу заметить. Во-первых, вы не представились. Вы кто? Меня зовут Арам. Я считаю, что просто Арам Михайлович его выручил в нужный момент. Арам Михайлович сам в шоке от этой ситуации. Будете присаживаться? Я не могу на это присесть. Это пластик, вот жесткий. Вот вы, управляющий, принесите мне, пожалуйста, ваше кресло. Нет. Что значит нету? У вас нету кресла? Мягкое кресло принесите мне. Вы очень громко говорите. Я всегда громко говорю. Это моя... Это мой стиль общения. Мы вас не будем кормить. До свидания. Как вы меня не будете кормить? Все, забудь про него. Вы меня не будете кормить? Все, забудь про него. Вы меня не будете кормить? Да. Все, наговорились? Нет, мы не наговорились. До свидания. Наговорились? До свидания. Дорогие друзья, давайте похлопаем товарищу. Я прошу у всех прощения. За человек, который стоит и кричит. Можно попросить все, но попросить по человечеству. Спасибо большое. Спасибо большое. Нам все очень понравилось. Спасибо. До свидания. Удачи. 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 Очень было приятно с вами позвонковаться. А Сандро, это... Итальянское имя. А, итальянское. У меня папа итальянец, Сандро. Ясно. До свидания. До свидания. Приходите. Да, вы тоже. Очень было приятно. Взаимно. Спасибо. Не скучно вам вечером. У вас сегодня такая разнообразная публика. Будет весело. До свидания. Сандро. Спасибо большое. Сегодня меня подзывали к столику наши гости из Радио Энерджи. Мы поблагодарили за достойные подачи, за достойную еду. Сейчас на Радио Энерджи мы проводим конкурс. Кто вкуснее всего ест. Люди выкладывают видео, снятое на телефон. И у кого заразнее, в смысле, лучше всего получается, вкуснее всего получается. Тот попадет сюда, в ресторан, сядет, займет место гостя и попробует то, что попробовали сегодня мы. И нам уже не стыдно за этот приз. Мы сегодня почувствовали, что это настоящее событие, такое гастрономически атмосферное. Это был очень интересный эксперимент. На реальной кухне протекает настоящая, реальная жизнь. Одни посетители получают удовольствие от прекрасных и изысканных блюд, а другие – от дрязг и скандалов. Вы пришли в Большой театр на балет и говорите, вот мои деньги, я хочу, чтобы опера сегодня была. Он говорит, написали балет. Ну и все, здесь есть правило. Арам, есть правило в рыночной экономике. Да, согласен. Звучит очень короткой фразой. Покупатель-король. Я покупатель, я покупаю. Нет, нет, нет. Меня должны облизывать. Этот мальчик меня должен облизывать. Немножко неправильно. Он живет на мои деньги. Нет, у меня... Я кормлю его. Нет, не вы. Его кормят другие люди. Рестораны сделаны не для всех. Вы понимаете, для этих сделаны кафе, для этих такие, для этих ресторанов. Но с такой идеологией вернемся к эпохе Освенцам. Нет, не для всех. Нет, не для всех. Не в этом смысле. Здесь пластиковые сули, а вы любите, где диваны мягкие. Ну идите туда, где диваны. Скажите спасибо, что я пришел к вам. Вы напомнили мне человека, который скандалит в моем ресторане. А я не люблю его. Я не скандалю. Я требую уважения к тебе. Я человек, я личность. Я личность. Меня надо уважать. Я ношу к вам свои деньги. Вы мне распугали весь зал. Я просто предлагаю вам... Предлагаете что? Подумать, где вам нравится. А я предлагаю вам извиниться передо мной и моей спутницей. Вы в качестве примирения нас с моей спутницей покормите бесплатно. Ах! Я поржала. Да, я сегодня был проблемный гость, да. Мне очень понравилось, как Арам разрулил эту ситуацию. Я вообще улыбнул. Я не знаю, как бы я поступила в этой ситуации. Где вы хотите сесть? С какой стороны? Вы просили здесь. Здесь? Я не могу на этом красный, но... Ну, давайте на всех. Ну, давайте на всех. Ну, это будет как-то более-менее. Поменять? Ну, наверное, как-то более-менее. Хорошо. Давайте поменяю то с этим. Ну, давайте поменять. Будет удобно. Все. Ну, где ваш персонал? Я почему это меняю? Все, все. Хорошо. Я сажусь. Присядь. Все. Все. Давайте я вам представлю вашего официанта, и он за вами поухаживает. Хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. Саша, дай Сандро. Пусть Сандро обслуживает. Сандро. Иди. Зачем вы его обратно пригласили? Ну, он там потом взял, такое лицо сделал, знаешь. Я голубий. Что такое орехово-шоколадная нуга? Это нуга, которая подается к блинчикам. Видите здесь блинчики с топинадами? Топинады – это значит с соусами. И пошел милк, джем – это молочный джем, это как сгущенное молоко. Потом сметана, домашнее варенье, орехово-шоколадная нуга. Страсти улеглись, конфликт был исчерпан. Гости постепенно расходились. Подходил к концу очередной день работы нашего ресторана. Кухня, внимание, ресторан закрыт. А, вы можете сидеть доедать. Во-первых, мы с моей спутницей были довольны поведением Арама. Он извинился, и он предложил блюда за счет заведения. Мы сэкономили свой бюджет, и мы теперь расскажем всему миру, что есть гостеприимный Арам, который исправляет плохие поступки своих подчиненных. Отработали мы сегодня довольно-таки хорошо. Были у нас сегодня, в общем, проблемные зоны, скажем так. Валера потерялся немного в чеках на некоторое время. Ну, управляющий просто немножко не понял, потому что я Максиму отдал до заказ, а он бумажку у себя не оставил, а отдал ее в кухню Тане. Саш, ну, тебя я сегодня практически даже не видел. Ты что-то бегала, что-то делала. Проблем у меня в зале не было, но работать было некомфортно, потому что есть у нас человек-оркестр, да, который затмевает собой всех и вся. Я Сандрова. Ребят, давайте себя не путайте, берите, один берет тот ряд, другой этот ряд, и кто-то из вас делит вот эту позицию. Ну, не официант я. Из-за того, что я... Почему я не умею вот это быстро все делать, да, и не хочется навязываться в суету это превращать, потому что если я начну суетиться, это... Понимаю, ну, все равно полезно тебе, все равно полезно. Анна, что сегодня у тебя на кухне? Все супер, правильная расстановка сил, правильная подготовка рабочего места. Вообще, нас сегодня было трое. То есть ты в восторге от себя и от всех, кто работает? Да. Все, мир, 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 все хорошо. У меня куматост такой был сегодня везде. Вставка в поворот был сегодня, вообще прям супер. Кажется, таким составом мы горы свернем. Единственное, Кириллу надо было побольше самоуверенности. Он вот трясет аж всего, когда он готовит. Нас учили, чтобы чуть-чуть по зажарости было. Да не надо, она нервная. Вот зачем ее зажаривать? Вот когда у тебя колер хороший, у тебя сок не вытечет. Вытечет? Не вытечет. Я хочу понять, вот, вот эта ситуация... Со столиком? Со столиком, когда этот джентльмен по имени Николай вдруг вскочил и начал орать. Вы вообще отдаете себе отчет, с кем вы разговариваете? Я вмешаться мог только в тот момент, когда он уже повысил голос. Ты ему предложил покинуть заведение. Пожалуйста. Что, пожалуйста? Покиньте наше заведение. Я, честно вам говорю, я занимаюсь в сторону моего сотрудника. Это мой стиль общения. Мы вас не будем кормить. До свидания. Потому что, ну, я не могу, ни ради какого бы ни было гостя, подвергнуть сомнению профессионализму и способности моих людей, особенно, когда на них кричат. То есть своих сотрудников я воспринимаю как своих детей, и не дай Бог, кто-то их обидит. Но я тебе могу сказать, что если его бы вовремя заткнуть быстренько, потому что его проблема, в принципе, она была решаема. Можно было бы ему приволочь какое-то кресло, учитывая его размеры, ну, где-то найти, даже в кабинете, да? Если бы ему сразу сказали, затихни, скажи мягко, и мы подумаем, что мы можем для тебя сделать. Я считаю, что я сделал правильно, потому что он начал портить людям, сидящим за соседними столиками уже настроение. Так как я был управленец, да, в гости, с испорченным настроением, это плохие вкладчики. Задача управляющего какая? Скажи мне, вот ты был неделю управляющим. Как ты считаешь, какая главная задача управляющего? На мой взгляд, задача управляющего – это создать коллектив, который будет работать слаженно, четко. А что для этого надо сделать? Чтобы коллектив был дружный, работал слаженно. Нужно создать атмосферу. Создать атмосферу. А что бы сделать? Создать атмосферу. Что нужно сделать? Нужно, значит, создать условия для хорошего. Ну, а что нужно, чтобы создать условия? Ну, я вот свою задачу как главного в своей компании вижу только в том, чтобы сделать своих сотрудников счастливыми. Найти каждому нужные слова, каждому нужную мотивацию. Понимаешь, да? И чтобы люди когда видят своего главного, чтобы они как бы уже как бы так приободрялись. В принципе, Саша справился с должностью управляющего. Были, конечно, какие-то огрехи в плане управленческих функций, потому что он хороший повар, но не хватает вот именно владения ситуацией. То есть завлечь аудиторию и привлечь ее внимание. То есть ему этого надо еще поучиться. Вот какие-то вот такие рычаги давления на людей. В общем и целом, я тебе могу сказать, что ничего личного, но вот этот управленец был уже лучше, чем Максим. Но худшим, к сожалению, мне придется выделить вас в босс. Худшим сегодня, Макс, на это будешь ты. На минус Максе поставлю тебе. Итоги дня подведены. Выводы сделаны. Настал момент недельного голосования. А значит, уже скоро мы узнаем имя нового лидера и кто уже сегодня покинет проект. Ну что, подошла к концу наша непростая неделя, уже не первая. Я с огромной радостью говорю вам о том, что сегодня ваша выручка была 82 800 рублей. И общий итог на сегодняшний день у нас 1 миллион 6 тысяч рублей. И это только треть дороги. Мы идем к хорошему результату. Хотел бы сказать, что эта неделя была непростой, но уже более интересной. Как обычно, в конце недели мы подводим итог, подводим итог голосования. Голосуете вы, выставляете баллы. Сегодня максимальная оценка будет 10 баллов. А минимальная оценка 1 балл. И тот, кто наберет максимальное количество баллов, получит возможность управлять нашим рестораном в течение следующей недели. А худший, как всегда, покинет проект. Итак, берите свои анкеты. Я напоминаю, что на прошедшей неделе у нас были лучшие и худшие. Хочу сказать по поводу Сандро особенно. Он был один раз лучшим, один раз худшим. Поэтому его результат останется тем, каким он получится. Аня Золотарева 5 баллов за шашлыки, напоминаю. Тимофеева Александра была лучшей и худшей, поэтому не получает ничего. Саша Ерин получает 10 баллов, потому что он был лучшим. Шевченко Валерий у нас был лучшим, и это плюс 10 баллов. Кирилл тоже был лучшим в один день, и он тоже получает 10 баллов. Алисе Ермаковой добавляется 10 баллов, и Таня Елизарова была худшей, и это минус 10 баллов. Мы учтем это при подчете голосов. Итак, по нашей традиции каждый из вас выйдет сюда и скажет, кого же он назвал лучшим и худшим. Саша, ты первая. Худший Сандро. Мне с ним тяжело работать. Именно в работе. Лучший Саш. Кирилл. Лучшая Женя, худшая Саша. Я худшим выбрал Сашу, я это не скрывал, потому что Саша, она как-то всегда в стороне ото всех. Лучший Кирилл, худший Саша. Лучшая Олеся. Худший Сандро. Лучшая Олеся, худший Сандро. Ты не меняешь своих пристрастий. У тебя Олеся как была самая лучшая, так и осталась. Так и да. Выбрала Олеся лучшим, потому что вижу, что человек в свои 25 лет ищет себя и хорошего у него намного больше, чем всяких плохих моментов. Лучшая Аня, худший Сандро. Худшим, естественно, Сандро я выбрала. Ну, потому что я ему не верю. Играет, даже когда смеется. Урод моральный. Лучший Саша, худшая Саша. С нее толку нет на кухне, с нее толку нет в зале, с нее толку нет на баре. Посудницу ее держать, ну, это тоже. Ну, действительно, если объективно рассудить. Лучшая Аня. Этот человек для меня, наверное, самый открытый, самый добрый на этом проекте. Худший Сандро. Сандро. С каждой серией он становится мужественнее, красивее, умнее. Давай. Спасибо. Худший Артем. Артем. Да. И лучший наш шеф-повар Максим. Лучшим я назвал нашего военного здоровенного Максима. Чтобы люди мне не интересны. Пусть они на своих ошибках сами попадутся. Лучший Сандро, худший Саша. Ну, контакта не было вообще у ней, по-моему, ни с кем. Везде были какие-то соприкосновения, терки. Лучший Артем, худший Кирилл. Кирилл я выбрала худшим, потому что, в принципе, он всегда лучший, навсегда на коне. И мне захотелось сделать его на этой неделе худшим. Лучший Олеся, худший Саш. Итак, лучшим по итогам этой недели стал Саша Ерин. Восемь из четыре. Саша, садись. Саше, как управляющему, было тяжело, конечно, всю эту неделю. По нему было видно, у него синяки под глазами. Но справился он хорошо, гораздо лучше, чем Максим. И как управляющий он понравился мне больше. Я думаю, что не только мне он понравился больше, как управляющий. Поэтому его еще раз выбрали лучше. По условиям нашего реалити-шоу, никто не может быть два раза подряд управляющим. И совсем чуть-чуть от него отстала. И я с радостью хочу об этом сообщить. Управляющим на следующую неделю становится Олеся Ермакова, 78 баллов. Я не могу сказать, что я категорически против Олеси. Да, мне очень не нравится ее поведение, неадекватное в плане вот этой руганья и брани, нецензурной. Я это ей открыто в лицо говорю, и она, в принципе, понимает мою позицию. И если она исправится и будет себя вести адекватно, как руководитель, как ресторатор будущий, она вырастет в моих глазах. Потому что человек, она умный, она не глупая. Олеся, мое тебе напутствие перед тем, как сейчас будем прощаться с худшим, напутствие тебе. Я надеюсь, что все-таки изменит тебя эта позиция. И что на новый уровень ты сможешь выйти и проявить себя таким образом, чтобы мы все задумались по поводу, кого же нам выбирать самым лучшим в итоге. Я, конечно, рада, мне приятно, что меня выбрали управляющей. Вот, но ответственность все-таки немножко заставляет понервничать. Я морально готовлюсь к тому, что придется держать себя в руках с теми. Ну, а самое маленькое количество баллов набрал участник. Да, никуда от этого не деться. Проект покидает. С результатом 30 баллов Саша Тимофеева. Отлично. Сложно? Было бы сложно дальше. И я гну свою линию, не прогибаясь при этом. Ну, иногда громко, иногда тихо, в основном тихо. И люди это напрягают. Мне кажется, просто люди чувствуют опасность какую-то. В том плане, что если человек не ломается, то значит, он может преподнести какие-то неожиданные сюрпризы. Саша, тебе удачи. Спасибо. Удачи. И я надеюсь, что тебе не будет стыдно за то, что мы сделаем следующий. Я надеюсь, что мы выберем честного победителя. Ну, ребят, вам удачи. Спасибо. Ну, перед тем, Саша, как ты уйдешь, у нас есть традиция. Управляющий дарит тебе компьютер. Саша, проект «Реальная кухня» дарит тебе на память ультратонкий планшет «Хайр». Современный, легкий, мощный процессором и аккумулятором. Всегда готовый к работе. Оставайся на связи и следи дальше за проектом «Реальная кухня» с планшетом «Хайр». Здорово, спасибо. Я буду следить за вами по этому планшету. АПЛОДИСМЕНТЫ О, что ты прощаешь? Пока. Итак, перед тем, как с вами попрощаться до следующей пятницы, хочу сказать вам, как всегда, Сандро, второй с конца, 36. Продолжайте лебить лысого. Вот. Но я могу тебе сказать, ты опять 10 баллов завоевал, вот, и опять обогнал. Сейчас бы ты был 26, а так ты 36, ты какой-то живучий. Не принимает тебя сырая земля. Итак, я хочу вам всем напоследок сказать. Подарок от меня завтра выходной. АПЛОДИСМЕНТЫ Напоследок еще и занозу такую поставить, что... Лен, я еще все вещи, кажется, одел здесь. Даже такие вот... Можно было еще и ротику сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ И он сказал, поехали. Друзья. Или нет, другие. Хочу смотреть. Побращаться. Слышишься. Адаклюсь. Примеж в ванну. Высклюсь, да. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ребята, пойду я в вокзал. Очень любят нас хорошие. АПЛОДИСМЕНТЫ Не нравлюсь я людям. Слишком я... Как шила, наверное, в одном месте. Все, ребята. Удачи. Давай, Саша. Удачи. Всех на друг. Не, не всех. Пока. Саша, ты тормоз. Хорошо, что ты ушла. Концепция заведения поменяется кардинально. Что, разбить тебе котелок от голову, да? А? Убийца. Я люблю людей, да. Женщики, как встречи. Может быть, я удовлетворю. Я не доверяю никому. Очень. Просто не будем кормить длинами никого больше. Я хочу понять, с кем я разговариваю. Что сделали вкусно? Ну, я недоволен. Я шеф. В нашем случае вообще закрываться должен. Я все видел в этой жизни, но чтобы так обманывать честных граждан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!